Тема нашей сегодняшней лекции – жизнь великого оратора Демосфена. Прожил он 64 года и всю свою жизнь посвятил борьбе за свободу родных Афин. Так что в нашей сегодняшней лекции, последней, перед тем, как мы обратим внимание на Македонию, мы снова возвращаемся в Афины. Прежде чем непосредственно рассказывать о Демосфене, я хотела бы поделиться с вами таким интересным наблюдением. Вы знаете, есть люди, жизнь которых кажется порождением самой истории. Каждое их слово, начинание, все словно заранее предопределено неким историческим развитием. История определила, а человек только воплощает. Мне кажется, вот так было с Александром Македонским. И совсем другое – с Демосфеном, его великим противником. Мужественные речи Демосфена, его необыкновенные энергии, его красноречия. Все, казалось бы, заранее было обречено историей на поражение. Ничто не благоприятствовало этому человеку прямо-таки с момента его рождения. И все, что Демосфен достиг в своей жизни, он словно вырвал у истории, начиная от своего ораторского гения и заканчивая последними победами утомленных в конец Афин. Если дать такую краткую характеристику Демосфена, то, наверное, в первую очередь это был очень честный и бескорыстный человек, что крайне редко встречается среди политиков, а он был политиком, не только оратором. И это крайне редко было среди афинских политиков. Демосфен всегда требовал высокой политической морали, если она вообще таковая возможна. Он требовал раздачи привилегий только по заслугам. И всегда выступал за соблюдение, за сохранение национальной чести Афин, за мир. Правда, никогда ценой унижения. В детстве это был очень физически слабый ребенок, настолько, что даже мать побоялась его отдать в палестру. Так назывались тогда учебные заведения для мальчиков. И надо сказать, что Демосфен так никогда и не укрепил свое здоровье, но это был поистине могучий духом и силой воли человек. Вот давайте сейчас мы посмотрим наш первый слайд, на котором статуя Демосфена. Такой памятник был после смерти великого оратора, установлен гражданами его родных Афин. Автор Полидевк. Третий век до нашей эры. Давайте мы всмотримся. Худое лицо с впавшими щеками, узкая грудь, впалые плечи. Действительно, наверное, физической силой этот человек никогда не выделялся. Но перед вами величайший оратор. Один из величайших деятелей, порожденный Афинами, последний, кто попытался возродить их мощь. Замкнутый и угрюмый человек, мне кажется, это видно даже по статуе, он нарушал свое любимое одиночество только ради любви к родному городу. И нарушал его постоянно. С невиданной страстностью своего горевшего сердца Демосфен отчаянно пытался вывести Афины из смертельного сна, из той гражданской беспечности, в которую они к тому времени погрузились. Народ уже откровенно не хотел воевать. Ну и сколько можно? Требовал нанять наемников, которые за деньги бы защищали Афины. Народ даже стал отказываться от своих политических прав, ради которых так долго, всеми способами сохраняли демократию. Теперь народ требовал только хлеба и зрелищ. Ну, если, может быть, не такими римскими словами, то, по сути дела, все равно хлеба и зрелищ. Как говорил Демосфен народу, вы продали свои политические права за подачки. Народ в Афинах в тот период уже больше не стремился заниматься общественными делами, все передоверяя своим наставникам, тем политикам, которые стояли у власти. А те не скупились налезть для черни на те же самые подачки. И часто выступая на народном собрании, Демосфен говорил правду с отчаянием и мужеством, с мужеством отчаяния. Вы знаете, речи Демосфена переведены на русский язык и опубликованы. И вот, к сожалению, когда их читаешь, они настолько злободневны для сегодняшнего нашего существования, что становится просто горько. И горько от того, что мы продолжаем повторять старые ошибки наших предков, и горько от того, что ничего не меняется. Ну вот, например, одна из речей Демосфена. Он упрекает своих сограждан в том, что народ Афин уже избрал для себя рабство. Ведь оказывается, рабство совсем не в том, чтобы вас кто-то завоевал, а рабство начинается внутри человека. Демосфен говорил, каковы есть у людей привычки, таков у них бывает и образ мыслей. Теперь у нас народ оказался в положении слуги, какого-то предатка, тех, кого избрал он своим господином и хозяином. Вы, афиняне, уже утратили возможность гордиться собой. И почему? Почему? Было ведь раньше, говорил Демосфен, сознание афинян такое, что вело Грецию к свободе. А теперь все распродано, как на рынке. Теперь, вместо того, чтобы осуждать, мы завидуем тем, кто взял взятку. Смеемся над тем, кто сознался в этом. Мы снисходительны к тем, кто уличен. Мы ненавидим тех, кто говорит правду и обличает. Все, что ранее считалось честью и совестью, и пользой, теперь становится ненужным. И почему? По вине продажных людей. Вот с этими продажными людьми, с политиками, всю жизнь вел бесконечную, нескончаемую войну Демосфен. Речи его очень горьки. Если почитать внимательно, то можно убедиться, Демосфен уже понял, его народ, народ его города, готов для рабства. Но Демосфен боролся отчаянно и до конца, потому что он просто не мог по-другому. А Демосфен, ну, если мы посмотрим, скажем, его характеристику в какой-то энциклопедии, то в первую очередь это великий оратор. Но в Афинах любой оратор, занимавшийся общественной деятельностью, естественно, был государственным деятелем. Поэтому Демосфен – это и государственный деятель, и оратор. Как я уже сказала, он прожил 64 года и всю жизнь посвятил своей родине, почти утонувшей посреди великих греческих междоусобиц, и умер, борясь за свободу Афин, афинской демократии в последние годы ее существования. Демосфен родился в Афинах в 384 году до н.э., когда шла Каримская война. О ней мы с вами говорили в нашей предыдущей лекции. Война Афин и Фиф, объединившихся против Спарты. На глазах Демосфена в тот период рос и набирал силы и другой великий соперник Афин, не только Спарта, соперник всей Греции и Македонии. И вот в борьбе с ее первым выдающимся царем Филиппом и посвятил всю свою сознательную жизнь Демосфен. Кстати, отец оратора, отец Демосфена, был владельцем богатой оружейной мастерской, но умер очень рано, и поэтому мальчик в 7 лет оказался сиротой. Опекунами были назначены дяди, но нечестные на руку, и поэтому фактически опекуны семью обобрали. Мать Демосфена ничего не могла поделать, и только подросший мальчик уже столкнулся с необходимостью выступать в суде, знать все афинские законы, необходимые для возвращения имущества. И вот, собственно, такие судебные опыты, борьба за возвращение отнятого и стала первыми ораторскими опытами Демосфена. Правда, оратором он хотел стать с детства, потому что люди этой профессии пользовались в Афинах огромным уважением, не меньшим, пожалуй, чем военачальники. Но какое народное собрание можно представить без ораторов? Ораторов выбирали на почетные должности, их отправляли послами в дальние страны. Вообще, в Афинах было много и школ, где учили специально красноречию. Самыми выдающимися были школы и Сократа, и Иссея. Последний был лучшим адвокатом в городе, но и, кроме того, там плата была вполне умеренная, поэтому Демосфен и посещал именно эту школу. Посещал ее 4 года, учился очень прилежно. Очень много читал философа Платона и историка Фукидида, в частности, ту самую историю Пелопонезской войны, о которой мы с вами говорили. Но мы с вами о ней говорили, а вот Демосфен переписал ее полностью 8 раз. И, наверное, не для того, чтобы выработать хороший почерк, а, наверное, для того, чтобы выучить, знать ее и понять. Но, тем не менее, рядом были насущные проблемы, и первые выступления Демосфена, как я уже сказала, были выступления в суде. Суд этот тянулся очень долго, почти 5 лет. И, несмотря на то, что дяди-опекуны уничтожили даже завещание, сделали много подложных документов, все равно Демосфен выиграл, и часть имущества была возвращена. Вот так многолетняя борьба с нечестными родственниками закалила характер Демосфена, развела в нем упорство, настойчивость к достижению цели. Но оратором он все равно еще сначала не решался выступать и первоначально занялся написанием речей для других. Это, кстати, была в Афинах очень доходная профессия, хорошо оплачивалась, и вот такое писание речей для других позволяло Демосфену содержать мать, сестру и, в общем-то, даже делать какие-то сбережения. Однако с детства, как я уже сказала, Демосфен мечтал выступать перед народом на площади народного собрания, где он видел, как рукоплескала толпа хорошему оратору. И вот на нашем следующем слайде мы сейчас с вами и увидим Акрополь с его знаменитыми постройками. Священная скала Акрополя нависает над площадью собраний Агарой. Агара, между прочим, в переводе с греческого, вот это место, где на слайде перед вами собрались горожане, Агара в переводе базар. И действительно, по воскресеньям здесь в те времена собирался базар. И торговали. Но сюда приходили посплетничать, узнать новости, и продать, что-то купить. Но в то же время площадь народных собраний не в воскресные дни была и политическим, и культурным, и религиозным центром. Недаром здесь так много храмов и статуй бога. Фактически здесь были сосредоточены все административные учреждения и юридические. Вот здесь же, на этой площади, которую вы видите, собирался суд присяжных. Гелея. Вот такое сложное название, потому что происходит оно от бога солнца Гелиуса. Все судебные дела начинались с восходом солнца. Вообще-то часов, например, у греков даже не было. Время они сверяли по солнцу. У них были солнечные часы, гномоны. Еще, правда, иногда водяные, клипсидеры. Вот на эту площадь граждане Афин, мужчины, я имею в виду, свободные, обязаны были приходить на свои знаменитые народные собрания, или по-гречески экклессии. Экклессии собирались около 40 раз в году по важнейшим вопросам. Вот после публичного обсуждения каждый поднимался на трибуну голосовать и опускал свои черепки или камушки в специальный сосуд. Со времен Перикла собравшиеся на этой площади граждане получали даже за свое участие в общественных делах размер дневного заработка. Но ко времени демосфена гражданское рвение уже ослабело. И вот тогда нерадивых Афинская стража даже стала пригонять на голосование при помощи веревки, смоченной в ярко-красной краске. То есть веревку ударяли по ногам или по бедрам. И вот такой след оставался. Позор ложился на того, кто являлся в экклессию с такой отметкой. Но такие были. Ведь чем больше воевали, тем более разочаровывались афинские граждане в демократии. А вот на следующем слайде вы сейчас увидите знаменитую гавань Афин и порт Пирей, потому что без моря, без флота Афины как таковые не существовали. Вот этот порт, который, между прочим, существует до сегодняшнего дня, тоже был местом очень шумным, людным, где решались многие важные вопросы или, по крайней мере, создавалось общественное мнение. Рыбу отсюда прямо живой доставляли на рынок или солили, мариновали. Особенно любили маринованного тунца. Кстати, один из знаменитых афинских поваров, он готовил для самого Перикла, рекомендовал жарить тунца на углях, завернув в листья смоковницы. А вообще-то... Вот я вам сейчас хочу показать такой немножко смешной рисуночек. Это роспись на одной из кариньских ваз. Вообще-то рыба была повседневной едой горожан, потому что мясо было доступно только богачам. Но все-таки даже не рыбу, а в основном афиняне, греки, ели булочки. Недаром Гомер их даже называл пожирателями муки. Пожиратели муки. Афинские булочники пекли знаменитые пшеничные лепешки артас. Вот эти лепешки ели вместе с рыбой. Вы, наверное, знаете, что артасом сейчас так называется часть, освященную во время литургии хлеба для причастия. А вот артас у греков был основным продуктом питания. Не только рыба. Хлеб макали в вино, а потом заедали финиками и фигами. Вот я немножечко так отвлеклась, чтобы рассказать о повседневной жизни афинян. Они были живыми людьми. Мне не хотелось бы, чтобы у вас создалось такое впечатление, что это какие-то схемы, которые только как роботы или воюют, или голосуют. Нет, жизнь шла своим чередом, и люди часто приходили на площадь народного собрания не для того, чтобы кого-то изгнать или объявить войну, но часто просто, чтобы послушать, о чем говорит умный человек, что он предлагает, и вообще послушать, как красиво человек может говорить. Вот ораторское искусство, оно ценилось просто как искусство. И вот однажды на площадь пришел Демосфен. Его первое собственное выступление закончилось провалом. Люди, как в театре, слушали, им не понравилось. Они шумели, смеялись, шикали, и даже не дали Демосфену закончить его речь. Впрочем, этого, наверное, нужно было ожидать, потому что у Демосфена был очень слабый голос. Говорил он невнятно, заикался, еще дергал плечом, потому что у него с детства был нервный тик. Но юноша очень хотел стать оратором, и, наверное, вот тогда просто с юношеским максимализмом недооценил своих недостатков чисто внешних. Он считал, что его умные мысли, мысли, правда, были очень умные, что его умные мысли сразу должны завладеть толпой. И он пришел второй раз выступать. Но и после второго раза тоже был провал. Вот тогда он же, Демосфен, по-настоящему пал духом и шел домой даже от стыда, закрыв лицо плащом. Потому что плащ – это была обязательная часть одежды любого Эллина. И вот он так шел, закрыв лицо, и, может быть, даже плача, и не заметил, что за ним следом идет его друг, один афинский актер. Актер догнал Демосфена по улице, стал успокаивать и обратил внимание на те недостатки, которые мешают Демосфену говорить. Они даже почитали друг друга отрывки из великих трагедий. И вот один и тот же отрывок совсем по-разному звучал у Демосфена и у его друга-актера. И вот так впервые Демосфен понял, что значит читать с выражением. Речам Демосфена действительно явно не хватало выразительности. И он стал этому учиться. Вот чтобы ему никто не мешал, и чтобы он не мешал сам себе, чтобы он не вышел из дома, Демосфен решил закрыться дома до тех пор, пока он не освоит искусство оратора. Он даже обрил себе пол головы, потому что в таком виде, конечно, никто на улицу не выходит. И вот пока они вырастут волосы, он решил уже заниматься самостоятельно. Как же он занимался? Он решил сначала побороться с заиканием. Он набирал в рот камушки и говорил с камнями во рту очень выразительно и громко, чтобы говорить не так невнятно, как раньше, а громко. Потом он стал ходить вдоль берега моря, оно вечно шумело. И вот так он тоже, стараясь перекричать волны, говорил все громче и громче. Потом ведь Демосфен не выговаривал букву «Р», он картавил. И поэтому он стал бороться с этим недостатком. Не только с помощью камушков, но даже, например, брал в руки своего щенка и долго смотрел ему в пасть, заставляя рычать и смотреть, как же это делается, как это рычит щенок, чтобы говорить букву «Р». Но еще остался недостаток нервного порядка. И, наверное, сейчас бы мы ходили к врачу, лечили этот нервный тик. А Демосфен сделал очень просто. Вставал у себя дома, посреди комнаты, вешал острый меч прямо над плечом и говорил, как только плечо дергалось, оно ударялось в меч, была очень большая рана, меч был острым. Вот таким образом, оказывается, тоже можно вылечиться от нервных заболеваний. Плечом Демосфен дергать перестал и вообще после долгих упражнений он стал великолепным оратором. Однако, в отличие от других, он никогда не говорил без подготовки, никогда не импровизировал, всегда писал речь заранее и выучивал. Вот так ему было легче говорить потом страстно и убедительно, он должен был речь знать заранее. Однако завистники всегда упрекали Демосфена в том, что у него нет вдохновения и природных способностей. Вот интересно, что вы по этому поводу они сказали насчет наших сегодняшних докладчиков и ораторах, которым речи вообще даже пишут другие. Но что касается Демосфена, даже враги его в конце концов вынуждены были признать силу и мастерство его выступлений. Действительно, в речах Демосфена простота выражения сочеталась с величайшей силой чувств, с ясностью мыслей, с убедительностью. Он мог говорить то спокойно, действуя на разум слушателей, то говорил страстно, покоряя их сердце, заражая непоколебимой верой в то дело, о котором сейчас говорилось. И вот с 30 лет Демосфен, как и любой оратор, конечно, стал принимать участие в общественной жизни, в общественных делах. Он стал избираться на государственные должности и всю силу своего таланта он обратил против самого опасного врага Афин. Давайте посмотрим наши следующие слайды. Вот перед вами сейчас еще раз Афины, тот город, который вознес Демосфена на вершину славы, тот город, который его низверг и даже осудил. А вот сейчас перед вами самый главный враг этого города Афин, враг на тот период. Перед вами македонский царь Филипп. Демосфен считал, что этот человек был самым опасным врагом вообще Греции, а не только его родного города. Напомню, что незадолго до рассказываемых мною событий, Македония была слабым и раздробленным государством. Помните, в предыдущей лекции мы с вами говорили, что Македония даже обращалась за помощью к Фивам. Но Филипп II, который вы видите сейчас на своих экранах, человек, правивший целых 23 года, объединил свою маленькую страну и организовал большую прекрасно вооруженную армию. Вот посмотрите, на следующем слайде схема знаменитой македонской фаланги. Я думаю, мы царю Филиппу и вообще Македонии посвятим отдельную лекцию, но сейчас я просто хочу обратить ваше внимание, тех, кто смотрит внимательно, чем эта фаланга отличается от предыдущих, от других, к которым мы с вами обращались. Вы, наверное, сами заметили, огромными выставленными вперед копьями. Посмотрите, мало того, что очень сплоченный строй, как единый монолитный кулак, так вы еще к нему ведь и не подойдете. Вот эти копья вам не дадут. Вот с помощью вот этой знаменитой македонской фаланги, с помощью своего таланта, Филипп действительно стал новой грозной силой на кровавом тогда греческом небосклоне. Однако Филипп не спешил с открытым вмешательством. Он всюду, как пишут многие античные историки, как человек хитрый, имел повсюду своих агентов, сторонников, не брезговал и подкупом. Филипп был хитрым человеком. Ну, наверное, хитрость нужна в политике. И вот, например, часто говорил, осел, нагруженный золотом, возьмет любую крепость. Действительно, ведь можно подкупить. Зачем обязательно воевать? Ну, они и воевали. Для начала македонские конники великолепные совершенно, потому что македонцы занимались как раз тем, что разводили лошадей. Так вот, сначала они победили не менее знаменитых конников-фессалитцев. Потом Кахахила укрепились на севере Греции. Потом захватили афинские владения во Фракии и стали готовиться к вторжению в Среднюю Грецию, в Аттику уже фактически, в Афины. Надо сказать, что греки очень неодинаково отнеслись к этому факту, особенно в Афинах, потому что у них вечно бушевала борьба богатых против бедных. Несмотря на все усилия, этих богатых никак не удавалось до конца истребить. В эти времена, времена Демосфена, уже повсюду открыто требовали раздела имущества этих богачей между бедняками. Ну, как бы мы сказали революционным языком экспроприации экспроприаторов. И поэтому, наверное, неудивительно, что богачи предпочитали подчиниться ну, какому-то там царю Филиппу, варвару, конечно, ну, похожему на грека, чем потерять свое богатство. И вот в тяжелых условиях гражданских раздоров партию патриотов, партию противников Филиппа возглавил Демосфен. В это время власть в Афинах как раз была в руках сторонников македонского царя. И вот эту промакедонскую партию возглавлял Евбул и очень известный оратор Эсхил, главный враг Демосфена. Вот эта македонская партия боролась за мир во что бы то ни стало. Она подкупала бедняков и всех членов народного собрания с тем, чтобы они только голосовали за мир. А вот Демосфен страстно призывал во имя свободы Родины от всех подачек отказаться. Он постоянно выступал на Акрополе с очень пламенными речами, стараясь пробудить в сердцах уставших афинян патриотические чувства. Выступал он не раз и не два, а целых десять лет. Целых десять лет бесконечного нервного напряжения, бесконечных страстных речей. И вот эти речи, направленные против Филиппа, и вошли в историю как в Филиппике. И до сих пор так и называют страстные обвинительные речи, особенно в суде, в Филиппике. На самом деле это были речи Демосфена, направленные против Филиппа. Тем временем царь соседних варваров продвигался, подчинив себе не сдававшиеся города, очищая от них население, продавая население в рабство. И вот, наконец, уже даже сами афинские граждане стали готовиться к вооруженному отпору Македонии. Демосфен в этот период был избран первым стратегом, то есть руководителем города, и стал во главе государства. Это, возможно, было даже время его наивысшей славы и успехов. Хотя Демосфен прекрасно понимал, что одним афином ни в коем случае не справится с таким грозным противником. Поэтому всячески Демосфен старался создать общегреческий союз, ну или, по крайней мере, хоть какой-то союз. Разъезжал по разным городам, побывал и в Мегарах, и в Каринфе, ездил даже на Пелопонез, в сторону Спарты, и повсюду своим ораторским искусством убеждал людей объединяться. И вот в самый решительный момент многое зависело от того, на чью в сторону встанут Фивы. Тот город, о котором мы с вами говорили в наших предыдущих лекциях, город фактически еще почти гегемон всей Греции. Это действительно был мощный город, и важно было, какую же позицию он займет. Демосфен отправился в Фивы, но оказалось, что Филипп его опередил. Там уже были его послы, и они уже многое наобещали, даже раздали много денег. Демосфену предстояла очень трудная задача силой просто своего искусства, без всяких денег, постараться людей переубедить. И вы знаете, страстными речами о прежнем мужестве, о доблести, о славе и чести Греции Демосфен добился успеха. Может быть, это были одни из самых страстных его выступлений, и Фивы вступили в общегреческий союз. Они за это поплатятся, ведь Фив больше нет. Македонцы снесли их с лица земли. Но тогда они этого не знали. Тогда в последний раз Эллада объединилась почти вся и гордо подняла голову. И вот летом 338 года до нашей эры в местечке под названием Херонеи разыгралось знаменитое сражение. Пока я буду о нем рассказывать, давайте мы посмотрим несколько слайдов. Вот, например, знаменитый барельеф Спарфенона. Он изображает двух скачущих всадников. Мы вполне можем посмотреть этот слайд, потому что, еще раз повторяю, македонцы были отличными всадниками. И вот разыгралось сражение при Херонеи, от исхода которого зависела судьба объединившейся Греции. Филипп выставил 2000 всадников и 30 тысяч пехотинцев. У союзной Греции было немножко меньше. На рассвете двинулись все друг против друга. Центром македонского войска командовал преданный и опытный его начальник Антипатр. Правым крылом, которое по традиции считалось главным, командовал сам македонский Филипп, левым его сын Александр. Вот на следующем слайде мы посмотрим рисунок одной из афинских вас, который изображает афинское ополчение. Так вот, против афинян на правом крыле выступил Александр, который только начинал свою военную карьеру. Ему было 18 лет. Не разгадав в нем великого полководца, Демосфен, а он тоже стоял в рядах воинов, несмотря на то, что ему было 48 лет, но Демосфен не счел возможным не вступить в тот бой, к которому он так страстно призывал. Он пошел простым солдатом. И всегда говорил, что мы обязательно справимся. Александра, он вообще не почитал за полководца и почему-то называл его чаще всего мальчишкой и дурачком. В яростном сражении военное счастье долго клонилось то в одну, то в другую сторону. И решающего успеха первым добился как раз мальчишка и дурачок Александр. Его воины нанесли совершенно сокрушительный удар знаменитому священному фиванскому отряду, созданному еще во времена Эпоменонда. И вот этим как бы началось отступление союзных войск. Правда, афинские воины еще попробовали прорваться на своем участке, но преследуя противника, расстроили ряды в упоении боя. Этим тут же воспользовался Филипп. Наблюдая с холма, сам Филипп не воевал на этот раз. Так вот, наблюдая с холма, он сказал, да, неприятель умеет сражаться, но не умеет побеждать. Очень быстро македонцы перестроились и рванулись вперед против вот этих расстроенных рядов афинских воинов. Афиняне дрогнули, и все греки начали отступать. Решительная победа досталась Македонии, и афинские граждане потеряли тогда пять тысяч своих воинов, а две тысячи попала в плен. Как я уже сказала, рядовым гоплитом в тот страшный день сражался Демосфен и отступил вместе со всеми, потому что уцелевшие отступили. Личный враг Демосфена, оратор Эсхин, не применил воспользоваться этим фактом и так страстно выступал против Демосфена, обвиняя его в трусости, что потребовал даже посадить его в тюрьму. Однако на этот раз афиняне не поверили клевете, не организовали очередного расследования, но наоборот в знак высокого доверия поручили Демосфену прочитать надгробную речь в память павших. Это считалось очень высокой честью. Но честь честью, а вот само поражение при Херонее произвело совершенно потрясающее впечатление на афинян, хотя, в принципе, за несколько десятилетий к таким поражениям наверное уже можно было бы привыкнуть. Тем не менее все ждали, что вот придут македонцы расправиться. Народное собрание призвало всех мужчин готовиться к обороне, а женщины детей всех окрестностей укрыться за афинскими стенами, не так давно восстановленными опять на персидские деньги. Кто-то даже предложил освободить и вооружить рабов, как Ефимистокли, но уж на этот крайний шаг не решились. Во главе всей военной подготовки стоял Демосфен. Все мужчины были вооружены, но грозная опасность миновала. Хитрый Филипп, дальновидно желая приобрести сторонников без военных потерь, предпочел заключить мир на приемлемых условиях и даже возвратил всех пленных. Две тысячи мужчин. Он оставил афинам и недавно с таким трудом восстановленный опять-таки на персидские деньги флот и даже подвластные афинам города почти не тронул. Вот это был очень хитрый шаг. Попробуйте теперь выступать против македонского царя, который вернул вам живыми и здоровыми две тысячи человек, ваших мужей и братьев. Правда? Вот. Филипп потребовал, чтобы демократии больше не было. И повсюду власть переходила в руки богачей, в руки аристократов. И теперь ссылаясь на милосердие македонского царя в Афинах сторонники Филиппа чуть ли не каждый день требовали ареста представителей народной партии, в том числе Демосфена. Филипп тем временем тоже решил действовать уже на дипломатическом поприще и в Каринфе, в том городе, о котором мы с вами говорили в предыдущей лекции, собрал знаменитый съезд и создал новый общегреческий Каринфский союз. Главной целью которого был поход на Персию. Филипп заявлял, что пришло время, когда необходимо отомстить Персии за то разорение, которое она принесла когда-то во время греко-персидских войн. Греко-персидские войны закончились лет за 140 дописываемых ныне событий. И вот очень интересно, что именно македонец, а не грек, призывал отомстить Персии за то, что когда-то было, за сожженные Афины, за поражение, за то, что усилиями тайны персидской дипломатии все победы греков теперь уже сведены на нет. И вот, пожалуйста, персидские корабли опять плавают у нас под носом. Кстати, интересная подробность. Во время второго персидского похода, самого знаменитого и самого страшного, Македония, тогда очень маленькая страна, вынуждена была пропустить персов через свою территорию. Ну, короче, встать на сторону персов. Однако македонский царь Александр I, не Александр македонский, а другой, Александр I, всегда сочувствовал грекам, их очень любил, и даже получил прозвище Филэлина, или Филэлина, что значит друг элинов, поэтому он приехал их предупредить. Летней ночью, 479 года до нашей эры, однажды греческому лагерю, где собрались тогда и афиняне, и спартанцы, и воины Каринфа, все были вместе. Вот ночью тихо подъехал человек на коне, вызвал афинского военачальника и сказал, я царь македонский Александр, и хотя мне это угрожает величайшей опасностью, я приехал предупредить тебя, завтра персидский военачальник Мордоний нападет на вас. На следующий день Мордоний погиб. Он пал в знаменитой битве при Плотеях, где предупрежденные греческие воины одержали невиданную победу. И после этого война вообще выкатилась за пределы Эллады. И вот теперь уже другой македонец из других позиций и днем, не ночью, выступал перед греками, требовал отомстить персам, призывал к походу, говорил очень страстно и никого не унижая. И может быть бы, и удалось бы Филиппу осуществить свой поход, но однако человеку не дано предугадать свою судьбу. Наступает день, и все оказывается кончено. Холодная рука смерти все прекращает. В разгар приготовления к военному персидскому походу, когда, казалось бы, Филипп уже стал во главе объединенной им Грецией, в 336 году до нашей эры царь македонский Филипп II был убит. Как и почему, мы с вами поговорим в отдельной лекции, а сейчас сам факт. Он был убит в результате заговора. И вот этот поход с невиданным размахом осуществит потом уже его сын Александр, осуществит так, что персидская держава рухнет вовсе. Но пока народ в Афинах собрался на праздник. На праздник по поводу смерти одного человека, Филиппа. Даже жертвы приносили богам за то, что они избавили их от этого изверга, который столько лет угрожал Афинам. В тот праздничный день Демосфен пришел в народное собрание в праздничных одеждах и с венком на голове. Даже, может быть, немногие знали, что в его семье страшное горе, потому что буквально накануне умерла его дочь. Но Демосфен настолько ценил национальное общественное дело, что свое личное горе ставил намного ниже. И вот в этот период после смерти Филиппа Демосфен опять был призван к власти. Во всех городах Греции поднялось антимакедонское движение. Афины под руководством Демосфена опять стали всех объединять против северных выскочек, как они говорили. И даже Демосфен обратился к персам, побуждая их разобраться с сыном Филиппа, с этим мальчишкой-дурачком, с которым справиться будет легко. Однако, вопреки ожиданий, юный, но уже закаленный в боях Александр, ему было, кстати, всего 20 лет, быстро покончил со всеми своими противниками. Сначала на севере Греции, потом в Каринфе опять созвал съезд и заставил признать себя вместо Филиппа и продолжил подготовку к походу на Персию. Он только на время отлучился в Фивы. Вот давайте мы сейчас с вами посмотрим одну из греческих крепостей. Так Фивы могли выглядеть, я сразу предупреждаю, это не Фивы. В Фивах ничего не сохранилось. И вот почему. Дело в том, что в Фивах, некогда огромном городе-крепости, восстали в этот период граждане, воспользовавшись смертью македонского царя и перебили македонский гарнизон. Под стенами города Александр появился неожиданно, как он это часто делал потом, и город был взят. Сам Александр очень редко бывал жесток, крайне жесток бывал всего несколько раз, и в том числе в Фивах. Фивы, которые имели когда-то вот такие же стены, был разрушен полностью до основания в 335 году до нашей эры. Город, который 30 лет назад всего был гегемоном Греции, недаром мы об этом городе так долго говорили. И вот теперь он был не только взят, он был отдан на разграбление македонским солдатам, он был разрушен полностью, до основания. Под грохот стенобитных машин уводили его жителей в рабство, а их было около 30 тысяч человек. Около 30 тысяч человек. Кто-то просил пощадить хотя бы храмы, но храмы не пощадили. Это было самое страшное наказание в Греции, стереть город до основания, чтобы трава здесь росла. Но Александр пощадил только один дом. Дом, в котором жил великий фиванский биотийский поэт Пиндер. Давайте мы посмотрим изображение этого замечательного человека, который был примерно их современником. Правда, всегда выступал против войны, очень не любил ее, был аполитичным. Долгое время, кстати, жил в Афинах. В Афинах Пиндеру поставили даже памятник в свое время. Впрочем, он дружил со всеми. Его знали в Сиракузах, дружил он с македонским царем Александром Первым, умер в Аргасе, но долгое время жил в Фивах. А родился вот он, интересный факт, в небольшом селении близ горы Геликон, горы, где по представлениям греков обитали музы, музы поэтического вдохновения. И вот дом этого человека Александр приказал не разрушать. Александр получил прекрасное образование, ведь его учителем был сам Аристотель, и, наверное, этого поэта он не только знал, но и любил. Хотя, я думаю, что, наверное, это было очень грустное и даже страшное зрелище, один единственный город посреди, вернее, один единственный дом посреди разрушенного города. Ну, а в самих Афинах после разгрома Фив вставило, конечно, страшное смятение. Кто знал, что будет в голове этого молодого македонца, может быть, он сейчас возьмет и Афива и тоже сотрет их с лица земли. Все ждали осада, разрушения. Однако, изъявлением полной покорности Афины склонили голову, попросили у Александра пощады, прощения. Эту пощаду они заслужили. Александр потребовал одного – выдать Демосфена и всех противников демократии. Вот представьте себе, как ощущал себя Демосфен, когда завтра должна была на народном собрании решиться его судьба. На это собрание он пришел и выступил и рассказал басню об овцах, которые послушались волков и выдали им собак, которые этих овец охраняли. Ну, я не знаю, басня или еще что-то случилось. Вообще, неизвестно, конечно, чем бы кончилось дело. Я даже думаю, что Демосфена, наверное, бы выдали, но Александр, занятый приготовлением к персидскому походу, забыл как-то о своем требовании и Демосфен остался в Афинах вместе со своими друзьями. Александр выступил в поход против персов, он одерживал одну за другой невиданные победы, он разгромил персидское государство, ему досталась огромная золотая казна персидских царей. И вот в этот момент, момент наивысшего взлета македонца, противники Демосфена промакедонская партия сочли возможным с Демосфеном расправиться. Дело в том, что примерно в этот период Демосфен был награжден высшей афинской наградой за заслуги перед Родиной золотым венком. И вот его извечный враг, Демосфенов враг, сейчас мы посмотрим следующий слайд, вот этот самый оратор Эсхин, который все время требовал посадить Демосфена в тюрьму, вот он внес жалобу в суд на то, что Демосфена наградили венком несправедливо. И суд, где Демосфен вынужден был защищаться, превратился в поединок двух самых знаменитых ораторов Афин. Прозвучала одна из самых знаменитых речей Демосфена о венке, где он, глядя в глаза вот этому человеку, Эсхину доказал, что вся его жизнь отдана родине. Эсхин подвергся штрафу за клевету и был изгнан из города. Между тем, между тем, Александр прислал в Грецию два повеления. Первое, считать себя Богом. Ну, над этим греки посмеивались, но выполняли. Хочет Александр быть Богом, пусть будет им. И второе повеление Александра, вернуть во все греческие города изгнанников. Вот это вызвало сильное негодование, потому что сторонники македонской власти повсюду везде стали возвращаться, в том числе и в Афины. И вот тут произошло событие роковое для Демосфена. Дело в том, что казначей Александра всюду бывают воры. Так вот, казначей Александр похитил огромную сумму. Он похитил всю персидскую казну, которую ему доверили привезти домой. Этого человека звали Гарпал. Он требовал пустить в Афину, предоставить политическое убежище. Демосфен убедил граждан своих не делать этого. Более того, Гарпала даже арестовали, отобрали у него эту казну, положили в Акрополь, закрыли. Гарпал бежал, был убит на острове Крити, а потом, когда казну вскрыли, комнату, где она хранилась, оказалось, что там очень огромная недостача. И вот тут опять враги Демосфена этим воспользовались, стали говорить, что он помог этому вору бежать, и что это он похитил деньги. А раз похитил, значит, нужно возвращать. На Демосфена был наложен огромный штраф, по тем временам огромный, 50 талантов. У Демосфена, конечно, таких денег не было. Не помог ему золотой венок, его заключили в тюрьму, как растратчика. Однако, друзья ему помогли бежать. Бежал он неподалеку от Афин на остров Эген. Это было мучительно, это было стыдно, это было несправедливо, потому что Демосфен был безусловно бескорыстным человеком, денег он этих не брал, его, безусловно говоря, с современным языком подставили, но доказать он этого не мог, и страшно мучился. Вот в этот момент приходит известие о ранней смерти Александра в Вавилоне в 323 году. Вот эта смерть македонца как бы послужила сигналом для всеобщего освободительного движения в Греции. Всюду ораторы стали призывать сбросить македонское иго, и Афинское народное собрание решило любимого оратора вернуть. На государственном корабле Демосфен вернулся. Ему строили встречу, ну, как к национальному герою. Демосфен вообще говорил, что это был самый счастливый день его жизни. Началась война македонцев. Сначала очень счастливая для Афин и их союзников, потом очень несчастная. И в конце концов в августе 322 года у города Кранона афиняне потерпели поражение. Победившие македонцы потребовали одного выдать Демосфена и его друзей и казнить. И вот тогда Демосфену удалось бежать на остров Калаврию близ Пелопонеса и укрыться в храме Посейдона. Вот сейчас на следующем слайде мы этот храм увидим. Вот когда человек попадал в такой храм и заявлял, что я молящий о защите, то тогда он считался неприкосновенным. Потому что храмы были местом священным, и тот, кто обратился к божеству, пока касался статуи Бога, тоже считались неприкосновенными. Но нашлись те, кто с удовольствием и добровольно принялись за розыски беглецов. Особенно отличился некто Архей, бывший актер. Он даже получил прозвище охотника за беглецами. И вот этот актер с фракийскими наемниками прибыл на остров и лицемерно стал уверять Димасфена, что дома с ним ничего не случится. Димасфен ответил, «Прежде ты, Архей, не мог растрогать меня игрой в театре, теперь не обманешься своими обещаниями. Я поеду, но подожди, мне надо написать письмо родным». Вошел в храм, давайте посмотрим поближе, может быть, даже в такой храм, хотя это немножко в другом месте, это V век до н.э. на берегу Неаполитанского залива. Так вот, вошел в храм Димасфен, взял в рот тростниковое перо, как бы обдумывая что-то, и прикусил. Этого было достаточно, потому что в перее был заготовлен сильно действующий яд. И, переступив порог храма Посейдона, Димасфен покачнулся и упал замертво. Это было 12 октября 322 года до н.э. Он не пожелал пережить порабощение Родины и своего позора. Вот давайте посмотрим разваленный Афин. Если афиняне вскоре и воздвигли ему статую из меди на городской площади, то все равно смерть этого выдающегося человека была концом мира городов-государств. Вот на этом слайде вы сейчас увидите голову Димасфена, вернее, статую головы Димасфена, который пережил крушение всех своих надежд. Именно ради них и афинской демократии уже мертвой он решил умереть сам. Вот посмотрите на это знаменитое изображение. Такая статуя стояла в Афинах. Скорбное лицо, сжатое в отчаянии руки. На этой статуе было написано «Если бы мощь Димасфен имел такую как разум, власть бы в Элладе не смог взять в македонский арей». Но имелся в виду Александр Македонский. Сам же Димасфен остался в истории не только великим учителем красноречия, он остался учителем свободы. И если историки его по очереди считают то героем, то агентом персов, то простым адвокатом, то даже святым, то превознесенной или униженной он все равно остался жить навсегда. В отличие от афинской демократии. Теперь уже сходила звезда Македонии. И вот именно о Македонии и о ее великих царях Филиппе и Александре мы с вами поговорим в наших следующих лекциях. До свидания.